Субтитры делал DimaTorzok С вами Луи. До этого вы видели то, что меня забанили в Роял Квест. Это правда. Меня забанили не в сам аккаунт, а забанили мне в железо, чтобы я не смог со своего компьютера, ноутбука или другого устройства просто зайти в саму игру. Айпишник, свой мак-адрес, железо само и прочее. Чем это связано? С тем, что я свои данные не скрыл. Так как меня забанили по моему железу, в дальнейшем я не смогу вообще никак зайти в игру. Если вы перешли на темную сторону и все-таки решили пользоваться читами, то мой вам совет. Не попадайте другим игрокам и вообще не используйте читы. Ведь вы можете потерять как доступ к игре, так и навсегда потерять аккаунт с вашим прогрессом. Игроки могут накидать вам страйки в игре, и администрация будет вынуждена вас забанить. Но если вы намеренно хотите играть и превосходить других игроков, используя сторонние программы, то для вас будет это видео. Двигаясь по пути темной стороны, хочу вас предупредить. Если вас не забанят по железу, а забанят ваш аккаунт, то эта программа вам не поможет. Так как аккаунт привязан исключительно к серверу, и обход программы со стороны клиента не поможет. Итак, дабы не быть голословным, я вам покажу на примере то, что меня забанили в Royal Quest. С того аккаунта, который я вам показываю. Запускаем Royal Quest. Входим в аккаунт. И видим сообщение о том, что мой аккаунт был заблокирован. Заблокируем по пункту 2.4. Ошибок стороннего ПВ. Так, прежде чем зайти на наш аккаунт, когда нас заблокировали по железу по пункту 2.4, мы должны запустить изначально чит, чтобы он у нас сработал. Здесь мы введем наши данные, почты и пароли. Теперь мы запускаем сам чип. Закрываем программу. И переходим к программе с институцией. Желательно запускать программу с запуском от имени администратора. Здесь мы меняем с вами данные о нашем компьютере. Это ID Windows'а, ID Windows Media Player'а, имя нашего компьютера, название компании компьютера, название текущего процессора, текущий билд уникального системы, и SM Internet Explorer, также хостнейм нашего компьютера. Мы здесь его меняем, генерируя наши идентификаторы. Они все уникальные. И меняем также идентификацию нашего компьютера. Изменить. Жмем «Изменить» на каждом. Здесь мы тоже генерируем. Меняем. Меняем. И здесь мы тоже генерируем и меняем. Здесь тоже можем изменить. Все. После этого мы можем зайти в нашу игру. Пробуем зайти в нашу игру. Вводим наши данные. И видим сообщение о том, что ваш аккаунт был заблокирован. Что вам я говорил в начале видео. По причине 24 до четверга 11.06.26. То есть меня забанили на 5 лет. В игре. То есть мой аккаунт был заблокирован. Именно аккаунт, не железо. То есть помимо того, что забанили мое железо, меня забанили по аккаунту теперь. Чтобы я не смог вообще на аккаунт зайти. Что ж. Закрываем. Я создал новый аккаунт. И мы сейчас попробуем зайти на новый аккаунт Royal Quest. Опять же открываем наш Royal Quest. Запускаем его. Вводим. Заходим на нашего героя. Как видим, я смог зайти в Royal Quest. И чит у меня работает. Также я смог зайти в сам Royal Quest. Как вы видите, программа данная работает. И чит также у нас работает. Работает исправно. Мы бегаем как сумасшедшие. Видим. Все шикарно работает. Ну а с вами был Луи. Подписываемся на канал. Жмякаем лайки. Пишем комментарии. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok